Ждать ли нам, вам новенькой трубы, спросим у Анастасии Сухиной, помощницы директора КП Теплоэнерго. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Ну что же, почему капитальный ремонт труб отопления проводится весной? У меня абсолютно такой потребительский профанский вопрос. Смотрите, на самом деле ремонт трубопроводов проводится, капитальный ремонт трубопроводов проводится не только весной. У нас на протяжении всего года и зимой, и, скажем так, дождь и снег проводятся работы. Так. Поэтому я не могу сказать, что только весной. Нет, на протяжении всего года. Отлично. Сколько уже за этот год было проведено ремонтов? Много ли осталось? Есть ли нуждающие в этом? Смотрите, проведено уже достаточно много, и не только капремонт теплотрасс. И восстанавливали изоляцию на наших теплосетях, и капитальный ремонт котлов происходил, и устанавливались энергоэффективные насосы. Поэтому, да, много проведено, и работы как бы не останавливаются. То есть они продолжаются. Буквально вот на апрель-май запланирован еще капремонт теплотрассы проспект Мануловский и Калиновая. Там тоже достаточно такие, ну, большие объекты будут. Скажите, в чем вот такая ключевая особенность тех труб, которые прокладываются, я имею в виду новых труб? Чем-то они отличаются от тех, что были? Какая-то у них повышенный срок эксплуатации? Да, у них есть повышенный срок эксплуатации. Теплотрассы, допустим, вот вчера объект, на который выезжали, мы смотрели, начались работы. Теплотрасса порядка, наверное, 1977 года. Вот, понятное дело, что уже есть износ, и прокладывают новые стальные трубы. Действительно, да, повышенный срок эксплуатации. Ну, так-то так. Чем, повышен он на сколько? Раньше сколько могла лежать такая труба в земле, и сколько сейчас может? Честно, я вам так не скажу. То есть данные работы, я могу сказать, что проводятся для того, чтобы в новом отопительном сезоне предоставлять более качественную услугу теплоснабжения, для того, чтобы уйти от теплопотерь и, скажем так, пройти безаварийный отопительный период. Вот, опять-таки, на примере теплотрассы, на которой сейчас стоит капитальный ремонт, теплотрасса протяженностью более 70 километров и котельная, которая отапливает, это там более 200 домов. То есть, понятное дело, что для того, чтобы избежать аварий и уже есть значительный износ труб, было принято решение провести такую как бы масштабную реконструкцию. А вы знаете, в каком состоянии находятся те трубы, которые вы изымаете из эксплуатации? Есть ли какой-то такой внутричок, инсайдерская информация? Нам всегда хочется влезть немного в этот процесс, потому что, по большому счету, а кто нам еще может рассказать об этом? Скажем так, это уже больше технические вопросы, это уже нужно смотреть и показывать, когда уже работы проводятся. То есть я не могу вам так сказать. Расскажите, что самое трудное в этом деле смены труб? Может быть, какие-нибудь конфликтные люди, которые не хотят ждать, пока им включат воду, им нужна вода сейчас? Или же те же в плохом состоянии трубы, которые были до новых? Что самое трудное именно для вас? Наверное, конфликты со стороны могут быть. Жильцов, допустим, касательно, допустим, что мы там разрыли, что-то грязное и тому подобное. Касательно отключения воды, ремонт идет на протяжении двух недель. Понятное дело, что вода при этом есть. Точно так же, если ремонты проводятся зимой и какой-то идет капитальный ремонт теплотрассы, то от отопления никого тоже не отключают. То есть зачастую какие-то конфликтные ситуации возникают только со стороны, что вот грязно, вот разрыли, вот некрасиво. Но в конце концов это нужно потерпеть две недели, допустим, и потом все восстанавливается. И восстанавливается, я думаю, с тем бонусом, что еще и отопление лучше стало. Безусловно, безусловно, да. Может быть, пожелание у вас есть какое-то для тех зрителей, которые могут нас смотреть и жаловаться на то, что очень грязно стало возле подъезда? Будьте, пожалуйста, терпимее. И все. Больше никаких пожеланий нет. Больше никаких пожеланий нет. Анастасия Всехина, помощник директора КП Теплоэнерго. Спасибо вам, Анастасия, за то, что вышли к нам сегодня на связь. Субтитры создавал DimaTorzok